Друзья, к нам обратился наш подписчик с просьбой осветить пренеприятнейшую историю, которая с ним произошла. Знакомьтесь, это Александр. Александр занимается компьютерной техникой. Ему, как и нам, нравится все, что с этим связано. Он ведет свою группу ВК. Имеет профиль на Авито с 250 отзывами. И именно этот профиль у него украли. Александр, расскажите, как это произошло? Вот, отвязали основную почту и телефон, где я моментально, в течение часа, перестал быть полноправным пользователем. Вы говорите в течение часа, а как это происходило? В тот момент я был за рулем и оперативно отреагировать на смс не было возможности. А когда я освободился, то понял, что уже было и поздно. Какая ваша первая реакция была? Первая реакция, я прочитал все смс, которые мне отправила Авито. Первая смс была. Был вход с Алма-Аты. Если это был не я, подтвердить. Да, нет. Когда я нажал нет, уже эта ссылка была неактуальна. Следующее письмо это о смене контактного телефона. И один вывод, с Авито доставки был, хотя там их было больше. Далее, я так понимаю, вы связались с Авито. Какую информацию вы имели доставили? С Авито я хотел связаться моментально, но у них обратной связи никакой нет. Ни горячая линия, смски понятно, это очень долго. И хотелось решить вопрос моментально, после чего я вспомнил о вашем канале. Решил обратиться напрямую для консультации, да, как быть. Друзья, небольшое разъяснение. У нас бизнес-аккаунт. Те, кто смотрит наш канал, давно в курсе об этом. И, соответственно, есть персональный менеджер. Именно за контактами этого менеджера Алиса до к нам обратился. Мы с удовольствием предоставили. Далее, как складывалось ваше общение? После звонку менеджера никакие вопросы не решились, потому что, на мой взгляд, по истечению пройденной недели общения с ними, переписок, я могу прямо заявить, что у Авито это полные импотенты. И обратная связь для клиентов у них ничтожная. Когда ты звонишь на горячую линию, они неуполномочены, чтобы дать тебе качественную обратную связь. Максимум какой-то совет. А чего легче не становится. Давайте более подробно разбираться в ситуации. Как ваш аккаунт был защищен? Как была защищена ваша электронная почта? И конкретно, какие степени аутентификации были пройдены? Никаких степеней аутентификации пройдено не было. Это были обычные пароли среднестатистического пользователя, как Авито, так и самой почты. То есть над защитой вы не заморачиваете? Нет, ничего такого. Обычный логин, пароль без подтверждения смсов. Да, да. Как вы можете подтвердить, что аккаунт действительно ваш? У меня на почте есть все ходы. Когда привязывалась почта? Сколько было пополнено финансов на аккаунт Авито? Какие были выводы финансовые? Какая карта туда была банковская привязана? То есть информации предостаточно. Верификация по Face ID была, но все эти аргументы еще не привели к возврату моего профиля. А по сей день им все еще пользуются мошенник, который выставляет халявные объявления для получения предоплат, для вывода моих финансов, совета доставок и так далее. Скажите, когда произошла ситуация? Какого числа? В среду, по-моему, 5 июля 2023 года. То есть что у нас получается в сухом остатке? У вас была верификация по лицу, это Face ID? Да. У вас была привязка вашего номера телефона? Банковской карты. Банковской карты и электронной почты. То есть эти данные вы предоставили Авито, но реакция незамедлительная не последовала. Реакция у них очень интересная. Если ты создаешь тикет и отправляешь его с объяснением своей проблемы, у них, как правило, в течение суток быстрый ответ, но не конструктивный. Когда ты пытаешься заново продублировать свою проблему, дополнительно ответив на их вопросы, интервал времени расширяется до недели, я до сих пор не получаю ответ. У меня есть пустые тикеты, на которые по сегодня я еще не получил ни одного ответа. Александр, в подтверждение ваших слов, все скриншоты и тикеты вы предоставите, чтобы пользователи могли посмотреть и сложить собственное мнение по ситуации? Да, конечно, если это надо, я дам. Хорошо. Скажите, какой ущерб на данный момент вы понесли от потери аккаунта? Точную сумму я не скажу, но ориентировочно это до 150 тысяч рублей. Плюс однозначно репутационные потери. Однозначно репутационные, уже один отрицательный отзыв на аккаунте появился, но мы не можем его не заблокировать ни с помощью поддержки, ни своими силами, так как он не выставляет объявления и ждет до момента, пока все отправки доедут, и он сможет вывести финансы. Три раза он выставлял объявление, мы три раза его блокировали, он, видать, понял, что нет смысла и ждет до конца, пока все выводы. И при этом ему Авито, служба поддержки Авито, дает разрешение на разблокировку, а мне, как настоящему собственнику, это не удается. Ну, вообще, действительно, это очень странно, так как, как минимум, у человека есть привязка к его номеру телефона, который постоянно фигурировал в аккаунте. Сколько лет этот телефон фигурировал? С 2015 года. То есть телефон вы не меняли? Мы не меняли телефон, и есть один вопрос, каким образом можно перепривязать и почту, и телефон в течение 50 минут. Если должен быть определенный регламент на ее замену, я думаю, в течение 30 дней. Есть ряд вопросов ковида, и хотелось бы, если оно будет меня смотреть, может быть, мы получим от нее обратную связь. Друзья, если кто-то сможет помочь Александру в решении его проблемы, контакты мы прикрепим под видео. Друзья, ситуация еще находится в стадии разрешения, мы будем на связи, держать вас в курсе, а пока небольшие рекомендации от нас. Всегда применяйте максимальные уровни защиты, которые предоставляет сервис, которым вы пользуетесь. Это касается не только авида, но и ваших персональных предпочтений. Не стесняйтесь идентифицировать ваш паспорт, права, какой-то документ, который может подтвердить вашу личность и имеет более серьезную юридическую силу. Таким образом, вы обезопасите себя, даже в том случае, если подобная ситуация произошла. Александр, будем на связи. Надеюсь, у вас все получится, и вы вернете ваше телефон. Спасибо за помощь. Уважаемые зрители, если среди вас есть компетентные специалисты или просто люди, которые попали в подобную ситуацию, напишите Александру, его контактные данные мы оставим в описании. Как вам такой формат видео? Понравился? Напишите, ваши комментарии мы обязательно почитаем. А если вы попали в неординарную ситуацию и хотите с ней поделиться, пишите нам в телеграм, будем общаться у нас в студии и раскрывать вашу историю.